This conference will now be recorded. Мы эти вопросы обсудим, и я отвечу на ваши вопросы, если они у вас появятся. Прежде всего, несколько слов обо мне. Меня зовут Левина Светлана Марковна. Я являюсь преподавателем Центра специалист. У меня очень большой опыт в той сфере деятельности, которую я предлагаю, которой я занимаюсь. Все позиции в этой сфере мне знакомы, пройдены на личном опыте, в том числе и занимала руководящие позиции, и во всем направлениям деятельности работала. То есть опыт у меня весьма обширный. В Центре специалист я представляю линейку курсов, которые посвящены направлениям делопроизводства, электронного документа оборота и архивного дела. Это курс делопроизводства, документационного обеспечения, управления. Курс делопроизводства уровень 2, электронные документы оборота, системы электронного документа оборота, курс архивное дело. а также курс помощник руководителя, о котором мы сегодня с вами и будем говорить в течение нашего семинара. Курс помощник руководителя, о котором идет речь, ближайшая группа начнется 28 марта, воскресенье. Несколько слов о самом учебном центре «Специалист». Центр весьма с большой историей, 29, почти три десятка лет он учит людей, большое количество обучившихся, выпускников, большое количество корпоративных клиентов, преподавателей и курсов, оборудованных офисов, учебных классов. То есть центр «Специалист» предлагает широкий спектр разных курсов, большей частью это курсы именно компьютерные, курсы связанные с определенными программами, науками, но также курсы достаточно широкого профиля, в том числе и курсы линейки делопроизводственной, о которой мы с вами говорим. Значит, центр «Специалист» предлагает свои гарантии, предоставляет, то есть качество обучения, использование только самых новых, современных, свежих данных, методики по усвоению программы. Также обеспечивает сохранность сложенных средств, то есть в случае замены слушателям могут быть предоставлены, проведены занятия для других представителей организации, если это корпоративный клиент. Что очень важно для личных клиентов, для частных лиц, очень важно, что расписание составляется на год вперед, то есть на любой из объявленных курсов в любое время в течение года. Слушатель может записаться и быть уверенным, что этот курс именно в это время будет проведен по той программе, которая на сайте объявлена. Ну и для занятий ведутся, безусловно, так было и раньше, и так, естественно, есть и теперь. Занятия ведутся и в очной форме, занятия ведутся и в виде вебинаров. Ну вот так, как мы сейчас с вами занимаемся. Это удаленная форма, но для очных слушателей обеспечены все меры безопасности приняты. Значит, о чем мы будем с вами сегодня говорить? Мы говорим о курсе помощник-руководителя. Кто же это такой в системе координат организации? Что это за позиция? Чем он отличается от других сотрудников? Чем он выделяется? Какие у него есть особенности, конкретные, специфические черты именно этой позиции? Может быть, это правая рука руководителя, помощник, то есть тот, на которого можно положиться? Или это просто ничтожный такой персонаж, который приносит кофе, больше ничего не делает? То есть, какую позицию этот человек занимает? Что нужно сделать? Какие ступени пройти? На какую лестницу подняться для того, чтобы достичь высот в профессии? И какими навыками, данными, знаниями, умениями нужно обладать для того, чтобы твердо позиционировать себя в этой позиции и быть полностью уверенным в своих действиях и поступках? Почему тема актуальна? Ну, безусловно, ни для кого не секрет, что сейчас широко развиваются высокие технологии, искусственный интеллект. И все это входит в нашу жизнь, так сказать, семимильными шагами. И уже раздаются такие голоса и есть уже, скажем так, прецеденты, когда проявления этого искусственного интеллекта заменяют или пытаются заменить людей, живых людей при выполнении каких-то определенных работ, обязанностей и так далее. Возникает, естественно, вопрос. Огромная армия, когорта помощников, секретарей, ассистентов, референтов и так далее, то есть тех, кто осуществляет поддержку руководителя и организации в целом, не грозит ли им участь сойти со сцены и занять какие-то совсем уже или просто кануть в лету и уступить место искусственному интеллекту, высшему разуму и так далее. Может быть, сначала покажется эта угроза, эта перспектива, скажем так, может показаться на первый взгляд смешной и незначительной, но тем не менее уже есть искусственные такие помощники, наверняка все знают Алису, да, есть еще искусственные помощники, например, в Сбербанке есть Афина, вот, то есть нет ли опасности, что эти структуры заменят реальных помощников, реальных людей, которые эти функции осуществляют. И для того, чтобы немножко себя обезопасить от такой ситуации или хотя бы предвидеть какие-то дальнейшие действия, события, мы будем на курсе достаточно подробно говорить о том, какие же функции входят в обязанности помощника и что он должен делать, чтобы таких угроз избежать, во всяком случае попытаться. Ну и естественно сейчас, опять же, ни для кого не секрет, есть такой аспект, как удаленная работа, он вдруг появился и вошел в связи с неприятными событиями в виде пандемии, вошел в нашу жизнь вдруг резко в торгсе, что называется, хотя это было в определенных формах и раньше, но сейчас это явление повсеместно, вот возникает, естественно, вопрос, как в таких условиях организовать работу офиса и поддержку руководителя, это обеспечить его деятельность информационную, документационную, организационную и так далее, то есть все то, что входит в обязанности помощника, как это обеспечить в условиях удаленной работы. С чего мы начнем, на что сделаем упор? Ну, когда-то помощник выглядел примерно вот так, печатал на машинке и являлся украшением офиса. Скорости были другие, задачи были другие, темпы были другие и помощник или любой другой сотрудник и исполнитель, уж если на то пошло, мог позволить себе над одним документом работать целый день, печатать его, перепечатывать, переписывать и так далее. Руководитель тоже мог продиктовать одно, переписывать другое и так далее. Сейчас таких возможностей чаще всего нет, потому что скорости очень велики, поэтому, естественно, меняются и подходы, и требования. О чем, с чего начинать? Безусловно, желательно, чтобы тот, кто собирается этим заниматься, представлял себе, имел представление об основах делопроизводства, архивного дела. Безусловно, на курсе мы этих вопросов коснемся в той или иной степени, потому что мы без этого никак не обойдемся. То есть это очень большая часть документационного обеспечения, это очень большая и значимая часть работы помощника руководителя, но желательно, чтобы определенное представление об этом было. Обязательно структура и специфика деятельности организации. Здесь даже есть определенные требования, которые сформулированы в таком документе, который называется «Профессиональный стандарт специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией». Стандарт, на который мы будем опираться и равняться к которой, там сформулированы требования, как должен помощник себя ощущать в организации в том смысле, что он должен иметь не менее трех лет опыта работы по направлению деятельности организации. Это очень важно, потому что этот человек должен разбираться в том, что происходит в организации, чем она занимается и быть не просто помощником абстрактным, а еще и углубленным, по возможности погруженным, достаточно хорошо осведомленным о том, чем организация занимается. Мы будем говорить о правилах организации, зловых контактов, протокольных мероприятий, то есть обо всех тех аспектах, которые касаются этикета. Это достаточно обширный, опять же, пласт работы помощника. И здесь есть, так как и в любой деятельности, здесь есть очень много нюансов, связанных с определенными, в том числе и спецификами организации и стилем управления организацией. И, конечно, мы здесь не обойдемся без основ психологии и конфликтологии. Конечно, помощник никто не требует, что помощник имел психологическое образование и что-то в этом духе, но желательно все-таки иметь возможность разбираться более-менее в таких конфликтных ситуациях, уметь настраивать и устанавливать взаимоотношения служебные с руководителем и с работниками организации, для того, чтобы избегать и всячески нивелировать вот эти вот конфликты, которые могли бы образоваться, если бы ситуация была другой. Что поможет узнать курс? То есть о чем мы будем говорить в целом? Конечно, коллеги, здесь мы, в принципе, только намечаем, скажем, те темы, направление движения, то, о чем мы будем говорить, безусловно, без каких-то подробных вещей, потому что в рамках семинара мы, скажем так, только обозначаем те моменты, на которые потом будем обращать внимание в течение курса. Поэтому здесь мы хотим подчеркнуть именно вот эту специфику деятельности. Так ли все просто в работе помощника руководителя, как это кажется непосвященным. Ну, есть такая специфика, говорят, что такая ситуация, что вот когда кто-то что-то делает, человек какую-то работу осуществляет, тот, кто смотрит со стороны, ему либо непонятно, что человек делает, либо ему кажется, какой ерундой он занят. Так каждый может. Что это за работа? В общем, ничего здесь особого нет, это каждый справится. Нет, конечно, нет. Вы все это знаете, потому что в любой работе есть специфика, есть особенность. И то, что кажется, что помощник просто так сидит в приемной руководителе и пьет чай с утра до ночи, конечно, это видимость, которая далеко не соответствует действительности. Поэтому мы будем говорить в том числе и о том, как очень важно ничего не упустить из многочисленных обязанностей помощника, потому что очень много тонкостей и специфических моментов, как найти выход из любой ситуации и всегда быть на высоте. То есть держать лицо, то, что называется, держать марку, потому что во многих случаях без этого просто на этой позиции никак не обойтись. О чем мы будем еще говорить? О должностном статусе и функциональных обязанностях работника. И здесь мы, конечно, не избежим того документа, который я уже называла, профессиональный стандарт 447, который, по сути дела, построил что-то вроде секретарской лестницы, то есть обозначил определенные этапы, не обязательно это, конечно, так, но как вариант такой возможно, то есть определенные уровни, которые может занять сотрудник вот в этой сфере деятельности. Самым высоким уровнем здесь как раз является должность помощника. Мы будем говорить о качествах деловых и личных, которые должен обладать помощник. И здесь тоже не так все очевидно и просто, как можно было бы представить. Мы будем говорить о том, как осуществляется документационное и информационное обеспечение руководителя. Это весьма значительные объемы работы и направление деятельности помощника. Мы обязательно будем говорить о том, как наладить взаимодействие с руководителем, что значит работать в стиле руководителя, как учесть и как понять этот стиль, и как работать в этом стиле, как поддерживать его или, напротив, его немножко сглаживать, например, если руководитель достаточно суров и резок, и как взаимодействовать, естественно, с самим руководителем, и как взаимодействовать с сотрудниками организации. Здесь тоже есть определенные весьма интересные моменты, в том числе, например, как решать трудные ситуации в общении с коллегами. То есть во многих случаях помощник является, скажем так, передаточным звеном, средством коммуникации, связующим даже звеном между руководителем и сотрудниками организации. Поэтому его позиция здесь бывает очень значительной. Как, каким способом информация передается, как, каким способом решаются вот эти задачи, чтобы они не переходили, опять же, на уровень конфликта и проблемы. Естественно, умение говорить «нет» – это очень важное свойство любого человека на своем рабочем месте. Он хорошо должен понимать, как отказать, потому что на все соглашаться невозможно. Не все входит в компетенцию и в должностные обязанности сотрудника. А помощнику очень часто приходится выступать, в данном случае, рупором. Руководители отказывают, по сути дела, от его имени. Вот как это делать, мы тоже будем об этом говорить. Как обеспечить работу руководителей офиса? Этого вопроса мы не избежим. Организационное обеспечение деятельности руководителя и офиса в целом, если помощник выполняет и какие-то функции дополнительные, например, руководителя секретариата или управления делами. Такие ситуации бывают, когда руководитель вот на данной позиции является одновременно и помощником руководителя. Тогда у него, скажем, еще больше задач и функций и еще более сложная ситуация. Потому что он должен и уделять внимание руководителю и обеспечению его деятельности, и заботиться также о том, чтобы офис был в должном состоянии. Также мы об этом будем говорить. Обязательно мы не избежим вопроса о том, как планировать рабочий день руководителя. То есть это организационные вопросы и способы, методы планирования. Что здесь следует учитывать, на что делать упор, к чему уделять наибольшее внимание, обязательно мы будем об этом говорить. Про деловую переписку мы также об этом упомянем, потому что никак не можем мы этого избежать. Документационное обеспечение руководителя – это одна из очень важных сфер деятельности помощника, потому что он и работает с документами. Здесь мы обязательно упомянем и аналитическую функцию, потому что помощник не просто работает с документами, но он их может и обобщать, и анализировать, и, собственно, и реферировать. То есть откуда слово референт взялось. То есть работа, умение работать с документами – это очень важное свойство помощника руководителя. И про конферентные мероприятия мы обязательно также будем говорить, потому что организация различных конферентных мероприятий, в том числе и собраний, совещаний и так далее, их достаточно много, переговоры, то есть их достаточно много, они обладают все своими специфическими особенностями, в части и организации проведения их, на это мы тоже обратим внимание. И как вести прием посетителей, также это будет темой нашей беседы, нашего рассмотрения в самом курсе. Ну и появился такой помощник, действительно человек на все руки, то есть который одновременно делает все, и по телефону говорит, и документы пишет, и составляет что-то, и организовывает, и так далее. То есть это очень, скажем, насыщенная должность. Значит, и здесь мы, конечно, не можем не затронуть определенные, ну, скажем так, интересные моменты, специфические аспекты, которые здесь следует выделить, потому что, как уже было сказано, это весьма такая должность, включающая в себя очень много направлений деятельности. Но следует отметить также, что нет у нас какой-то структуры, организации, учебного заведения, которая предлагала бы высшее образование по этой сфере. То есть выйти, получить диплом помощник руководителя, такой возможности пока нет. Поэтому приходить к этой ситуации, решать эту задачу, каждый тот, кто хочет этим заниматься, он для себя решает сам. Но на что мы можем ориентироваться здесь? Мы, как уже говорилось, упоминалось, мы будем ориентироваться в том числе и на профстандарт. То есть там изложены определенные требования и к образованию, и к компетенциям, и изложены очень подробно все трудовые функции, то есть что должен делать соответствующий сотрудник на соответствующей позиции. Поэтому на них можно ориентироваться, и это мы обязательно будем рассматривать. Надо помнить о том, что помощник руководителя – это не сам руководитель. То есть это в организациях действительно во многих случаях бывает очень важная, чуть ли не ключевая позиция. То есть помощник, который работает с руководителем достаточно давно и хорошо знает систему, структуру организации, направление деятельности организации, ориентируется в том, что происходит и так далее, может и хорошо составить, например, и проект резолюции руководителя, и сразу поймет, например, что руководитель имеет в виду, когда дает какое-то поручение, формулирует задание. То есть это человек, который очень хорошо контактирует с руководителем, понимает, что требуется, и может эту информацию должным образом донести до того, кому она нужна, для исполнителя и так далее. Но это не сам руководитель. То есть помощник руководителя чаще всего все-таки решение не принимает, а притворяет в жизни те решения, которые транслированы руководителем, контролируют эти поручения. Ну, естественно, это еще момент позиционирования себя в компании, хотя при определенных условиях помощнику могут быть делегированы определенные полномочия в момент отсутствия руководителя. Мы тоже об этом будем говорить. В период отсутствия руководителя помощнику могут быть делегированы принятия решений в рамках определенных компетенций. И это совершенно нормальная ситуация, потому что этот человек ориентируется в задачах, в ситуации и так далее. Значит, интересный момент, я называла его тиран, деспот местного значения. Мы уже обупоминали с вами об этом. Это стиль руководителя и как с учетом этого стиля организовывать и взаимодействие с самим руководителем, и с сотрудниками организации. Помощник должен быть то, что называется гением общения, потому что это взаимодействие со всеми структурами организации, со всеми, в том числе и с руководителями, и донесение информации в должном виде. То есть это, по сути дела, связующее звено между руководителем и сотрудниками. Еще один интересный момент я назвала «без лести предан». Может быть, даже кто-то помнит, что это означает. Но я имела в виду здесь лояльность. Именно лояльность. То есть этому аспекту мы обязательно будем много внимания уделять также в процессе работы во время курса, потому что лояльность помощника к руководителю, она должна присутствовать обязательно. Также еще один момент интересный. Я назвала его «щит и меч». Что это такое? По-другому это можно назвать словом «скринер». То есть, по сути дела, экран. То есть тот, кто экранирует, защищает руководителя. По сути дела, это имеется в виду защита от нежелательных звонков и посетителей. И мы будем также об этом говорить, как это наладить, настроить, как это действует для того, чтобы руководителю не поступали какие-то нежелательные звонки и чтобы, естественно, никакие нежелательные посетители его от работы не отвлекали. Буфер обмена, что имеется в виду? Это как раз-таки связь между руководителем и внешним миром. То есть контакты, введение, перечень контактов, налаживание контактов, организация различных мероприятий и так далее. То есть это введение вот таких вот коммуникативных функций осуществления. Тайна сия велика есть, что имеется в виду. Тоже аспект деятельности, без которого здесь никак нельзя обойтись. Конфиденциальность, потому что помощник в силу своей позиции и осведомленности о деятельности руководителя и о том, что происходит в организации, доступа к определенным документам, доступ к определенной информации и так далее, обладает большим количеством данных, весьма ценных. И здесь плюс к лояльности добавляется и конфиденциальность. То есть это нужно обязательно учитывать в работе, в любом случае, потому что по-другому быть не может. То есть помощник обязательно должен все эти моменты соблюдать для того, чтобы никаких нежелательных данных не утекло куда-то, куда не нужно. Ну, так сказать, фраза эта из Гоголя, да, позвольте вам этого не позволить. Здесь имеется в виду, что мы будем говорить о деловом этикете. Деловой этикет, деловая этика, деловой протокол все это суть звенья одной цепи, но не совсем одинаковые понятия. Мы будем говорить об этом и уделяйте внимание, что здесь имеется в виду и как это работает применительно к жизни самой организации и к позиции помощника осуществления его функции. Пора в дорогу. Старина, подъем, пропед. Ну, здесь будет речь идти о дорожном этикете. То есть мы будем говорить и о том, как обеспечивать перемещение руководителя. Ну, если вы скажете, что сейчас это затруднительно, но все-таки, наверное, не совсем. Какие перемещения осуществляются, какие бандировки происходят. И в любом случае сопровождение требуется, куда бы руководитель не отправился. Если он отправляется в какой-то другой населенный пункт и так далее, то требуется определенное сопровождение, определенные действия. И мы здесь об этом также будем говорить. Ну, и, конечно, мы будем говорить о том, что помощник в результате это и лицо компании, потому что во многих случаях это тот человек, которого первого, может быть, в приемной увидят посетители, придя к руководителю для какой-то цели, для переговора, для обсуждения каких-то вопросов и так далее. Ну, и это еще и украшение офиса, даже если это вот такое украшение, как ни парадоксально, при специфике, так сказать, внешности этого помощника, в принципе, все требования, например, к дресс-коду здесь не так уж плохо соблюдены. Что касается особенностей курса, то мы говорим с вами о курсе, который начнется 28 марта, он, это воскресенье, курс длится 16 часов, и он будет проходить 28 марта и 5 апреля, то есть займет два воскресенья по 8 академических часов. Естественно, все самое современное, что можно предложить, мы здесь предложим, стоимость курса указана на экране, будет выдан в результате документ о повышении квалификации или соответствующее свидетельство, и, как видите, довольно обширный круг навыков и знаний, представлений, компетенций, которые нужно иметь, о которых нужно иметь представление, может быть, не все сразу, так сказать, появится вдруг по волшебству и образуется, но всегда лучше знать о том, что требуется и что может меня ждать, и какие требования ко мне могут предъявить, если я буду претендовать на какую-то позицию, и, возможно, нужно будет подумать, если есть такое желание, вообще интересно ли мне это, то есть хочу ли я, в принципе, этим заниматься, а если да, то в каких направлениях я еще могу двигаться, что еще я могу узнать для того, чтобы повысить здесь свой уровень и, естественно, свою конкурентоспособность, поэтому здесь я хочу показать вам место данного курса в цепочке соответствующих курсов, с чем еще, с чем он связан и так неразрывным образом и куда еще можно двигаться здесь и какие еще компетенции повысить или приобрести новые. Безусловно, как мы говорили, курс связан с цепочкой курсов, связанных с делопроизводством, потому что без документационного обеспечения руководителя обойти здесь не удастся. Мы говорим, естественно, коллеги, о бизнес-помощниках, мы упомянем немножко в курсе, мы упоминаем также и о личных помощниках, но это немножко другое направление деятельности, мы говорим о бизнес-помощниках, то есть те помощники, которые работают по направлению по служебным делам руководителя, конечно, без документов мы здесь никак не обойдемся, документационное обеспечение, то, что нам нужно. Естественно, неплохо бы владеть Word, неплохо бы владеть, так сказать, хотя бы начальными уровнями Excel, также PowerPoint, ну и любые другие программы, любые другие уровни, да, но это мы выделяем, скажем так, как, скажем, базовый такой минимум, потому что PowerPoint тоже очень может понадобиться, ведь презентации помощник, как функциональный сотрудник, который осуществляет в том числе информационно-аналитическую поддержку деятельности руководителя, он также может составлять и соответствующие документы, в том числе презентации для выступлений и так далее, то есть обладать, владеть навыками PowerPoint, составление документов, это совсем не бесполезное знание. Также мы говорим о курсе Time Management, здесь хочу отметить, что в самом курсе помощника-руководителя мы только говорим о том, как есть какие инструменты для того, чтобы планировать рабочий день руководителя, инструменты именно менеджерские, инструменты планирования, но вот техническим навыкам работы в каких-то программах, которые этим это предлагают, в том же Outlook и так далее, это уже отдельная задача и по этому направлению можно двигаться. Мы говорили с вами про Stress Management, что хорошо бы обладать навыками определенной конфликтологии, психологическими какими-то навыками для того, чтобы уметь ситуацию определенную решить, избежать каких-то конфликтов или их сгладить, свести на нет и так далее, то есть такими науками общения. Ну и курс технико-эффективной презентации в принципе никогда не повредит, потому что позволит представить и себя и, например, организацию выступить от имени руководителя, если такая необходимость и от имени организации, есть такая необходимость появится. Значит, какие компетенции мы здесь можем выделить? То, о чем можно указать дополнительно в резюме. Конечно, нужно понимать, что определенный уровень этих компетенций приходит с опытом работы, но тем не менее мы направление здесь развития дадим. Значит, докуменционно-информационно-организация, обеспечение деятельности руководителя, это основное. Планирование рабочего дня руководителя, как вести прием посетителей, достаточно подробно мы будем об этом говорить. Достаточно неплохо рассматриваем телефонный этикет, про travel сопровождение мы тоже с вами об этом говорили, у нас посвящен целый модуль, различные деловые контакты, налаживание связей, конферентные мероприятия, то есть организация различных мероприятий как внутри компании, так и вне компании с участием представителей других организаций, причем абсолютно неважно делаем мы это в виде личном или мы это делаем в виде каких-то конференций по Зуму и так далее, принципы подход все равно один и тот же технические средства здесь имеют второе второстепенное значение, скажем так, потому что все действия процесса, которые нужно осуществить для того, чтобы мероприятие состоялось, они практически универсальны. Значит, здесь я хочу обозначить вам комплексные программы, то есть центр предлагает комплексные программы, которые можно сформировать из тех программ, которые я назвала и из других программ по желанию слушателя, то есть если вы хотите, например, какую-то комплексную программу, чтобы повысить свои компетенции и необходимо развитие какое-то дополнительное, то центр предлагает формирование таких комплексных программ. Естественно, здесь есть определенные бонусы и в части оплаты тогда будут определенные скидки предложены и комплексный подход к решению каких-то проблем, то есть это даст более широкий обзор скажем, каких-то тем и задач, чем если бы это был один одинокостоящий курс одиночный. Здесь более широкое представление и, конечно, это обобщенный сертификат, в котором более четко обозначены ваши преимущества. способ обучения Центр предлагает достаточно много вариантов обучения естественно и очное и очно-заочное и индивидуальное то есть полностью выбирается программу подслушателя способ вебинара ну так как мы сейчас с вами работаем и это еще открытое обучение то есть это обучение в своем темпе в том месте где вам это удобно но преподаватель всегда на связи и может подсказать какие-то то есть прослушивания ведется готового записанного курса преподаватель же в живом виде присутствует на связи и может какие-то вещи пояснить дать комментарии объяснить что-то и так далее значит хочу также отметить то центр специалист предлагает такой подарок значит каждому слушателю сегодняшнего семинара дается возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию для того чтобы ей воспользоваться нужно позвонить по телефону или написать по электронной почте и произнести промокод иду вперед контактные данные центра специалист они представлены электронная почта и телефон по которому все интересующие моменты дополнительно можно обсудить информацию получить есть какие-то вопросы коллеги коллеги есть вопросы может быть что-то нужно пояснить конкретизировать то в и в и в в в Продолжение следует...